Девушки отдыхают Вы можете научиться Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Радси, привет! Привет, Велений! Мы с тобой в крайней передаче общались на тему жизненной усталости и делали вывод о том, что очень сильно на избавление от этой усталости влияет наработка у каждого человека личного пространства. И сегодня я бы тебе хотел предложить пообщаться на тему именно эту. То есть уточнить, что же такое личное пространство, вообще как оно нарабатывается, как оно влияет. Ты согласен пообщаться на эту тему? Да, я с тобой полностью согласен. Это очень важная тема для человека, для его жизни. У человека должно быть своё личное пространство, в которое он может в любой момент уйти, поразмышлять о чём-то, сделать какие-то выводы, энергетически восстановиться, просто побыть в одиночестве, и чтобы в этот момент его никто не трогал и никто не беспокоил. Тебе известна такая ситуация, например, когда общаешься с кем-то, и вдруг чувствуешь, что при этом общении сказал что-то или рассказал какую-то ситуацию, возможно, даже поделился каким-то выводом, и вдруг на душе становится неприятно, тяжело, даже возникает какое-то чувство дискомфорта. Иногда даже потом уже как бы с этим человеком неприятно общаться, то есть кому что-то вот рассказалось. Как ты думаешь, почему возникает это состояние неприятное такое? На мой взгляд, любая информация обладает энергетическим потенциалом. Когда человек рассказывает эту информацию, то он делится этим энергетическим потенциалом, он рассеивает его в какой-то степени. Также человек, который слушает эту информацию, воспринимает её, выражает какое-то отношение в направлении этой информации. Он может как-то подумать, почувствовать, проэмоционировать, в общем-то выразить какое-то своё отношение. Поэтому и возникает этот неприятный осадок. Также, если мы говорим о тайне, то тайна – это что-то очень личное, очень сокровенное. И когда человек выбалтывает её, он делится чем-то очень дорогим для него. Если бы эта информация была уже полностью отработана человеком, полностью были бы подведены итоги, то, рассказав о ней, он действительно бы просто поделился. И у него бы осталось ровное состояние. Но так как он поделился чем-то очень сокровенным, то у него и возникает это состояние такой потери и, конечно же, дискомфорта. Да, это же и получается, и есть суть личного пространства. То есть человек в момент такого разговора, если он сказал что-то не то, а в данном случае получается что-то не то, это когда он рассказывает именно ту информацию, которая для него личная, к которой он привязан, о которой он переживает. И получается, если он это сказал, значит он уже с другим человеком поделился вот именно вот этим вот, чем-то личным. То есть пустил другого человека в своё личное пространство. И здесь ещё можно уточнить, что в данном случае вот именно это личное пространство можно ещё назвать как внутренние тайны человека. То есть это что-то такое, на что человек действительно опирается в жизненных ситуациях, что является основой его устремлённости, вдохновения. И, соответственно, я думаю, что из-за таких нарушений очень много проблем в жизни возникает у людей, на которые они порой даже, казалось бы, и внимания-то не обращают. Но именно внутренний дискомфорт, неприятность какая-то такая вот, она заставляет всё-таки на себя обратить внимание. И человек по-любому приходит к такому вопросу, что же случилось? Как содержать своё личное пространство в чистоте? Как в моменты общения говорить только то, что нужно? То есть для того, чтобы это общение было гармоничным? Да, так обычно и бывает. Застолье, корпоратив, там какая-то вечеринка, люди расслабляются, упивают, и кто-то может в этот момент начать делиться своей сокровенной тайной. Например, рассказать, какова цель его работы на данном предприятии. И проходит день-два, и его увольняют, а всего лишь потому, что он сболтнул то, чего не следовало рассказывать. Здесь ходить далеко за примерами не надо. Достаточно посмотреть на поведение родителей, когда они общаются со своим ребёнком. Вот как правило оно происходит. Пришёл ребёнок со школы, а родители тут же на него накидываются. И с такими вопросами, ну как ты сегодня провёл день, что у тебя было нового? Ну и ребёнок, естественно, находится в таком состоянии, что и хотелось бы ему сохранить вот эту вот тайну, которую он успел за день наработать, какие-то эмоции, чувства, переживания. А родители заставляют, как бы выуживают эту информацию. И потом ребёнку уже как бы и на душе неприятно. Или же другой можно привести здесь случай, да, ситуацию, муж с женой общаются. Вот. Так, жена очень часто мужу говорит, слушай, ну так мы же с тобой друг друга любим, ты мне должен абсолютно и полностью доверять. Расскажи мне всё. То есть между нами не должно быть никаких тайн. Вот. Рассказал муж жене. Или же жена рассказала мужу, и между ними нет никакой тайны. Что потом происходит с такими семьями? Да, они просто перестанут быть друг другу интересны. Ведь есть же даже такая фраза, что женщина должна быть загадкой. Наличие тайны, наличие чего-то неизвестного вызывает магнетизм, вызывает притяжение к человеку. С таким человеком всегда хочется общаться, всегда хочется находиться в его энергетическом поле. С ним интересно. Другой аспект проблемы, это то, что человек, который хочет выведать тайну другого, узнать его секрет, попросту хочет управлять им. Ведь знание тайны другого человека позволяет управлять этим человеком. я иногда слышу такие моменты в отношениях между парами, что один партнер говорит другому, ты мне не доверяешь, ты не хочешь рассказывать мне об этом. Почему ты мне не доверяешь, почему у тебя от меня секреты, ну и что-то в таком роде. Некоторые психологи могут сказать, что у одного из партнеров, который задает такой вопрос, нет уверенности в себе. То есть ему необходимо быть уверенным, что у партнера нет секретов. Но попросту он хочет управлять своим партнером. Там, где тайна известна другому человеку, то там есть обязательное управление. Ну, естественно, это же и спецслужбы, практически в каждом государстве у них так построена работа, что для того, чтобы управлять каким-то человеком, или же даже в масштабах государства, чтобы управлять целыми государствами, они свою работу строят таким образом, чтобы собрать максимум информации про объект, за которым они ведут эту слежку. Ну и, как я сказал, неважно, это человек или это государство. И дело в том, что когда эта информация собрана и практически все им известно, естественно, они начинают управлять этим человеком. Они знают его цели, они знают его желания, они знают сильные и слабые стороны. И, соответственно, как кукловоды, если они начинают дергать за нужные ниточки, получается, объект, которым они управляют, он поддается на управление и, естественно, они добиваются каких-то своих целей. да, вот, поэтому, действительно, здесь всегда важно понимать и помнить, что личное пространство, кроме еще множества оттенков этого вопроса, которые мы будем сегодня поднимать, здесь еще получается очень важно его иметь и нарабатывать для того, чтобы жить от себя. То есть, не от разрешения других, кто управляет, а от себя, то есть, стремиться управлять самостоятельно своей жизнью. И чем больше у человека наработано личное пространство и тайна этого личного пространства у него есть, тем больше он и свободнее живет от себя, тем быстрее он ставит цели и реализовывает свои желания. Здесь хочется отметить такой момент, что в странах Запада, в странах Европы, в странах Америки люди, муж и жена не делятся друг с другом какой-то сокровенной информацией. Они не рассказывают друг другу о своих детских переживаниях, детских травмах, каких-то комплексах. У них для этого есть психотерапевты, семейные психологи, психоаналитики. Ты сейчас еще, когда говорил именно на примере мужа и жены, что, как правило, в наших странах существует такая мораль, что между мужем и женой не должно быть тайны. И ты сказал, что я сейчас бы хотел дополнить в своих размышлениях, что если между ними нет тайны, ну, как минимум, они перестанут быть друг другу интересны. Ну, а как максимум, естественно, они расходятся. Потому что у них нет этого притяжения друг к другу, нету никакой закадровости, и нет никакого интереса вообще быть вместе. и, соответственно, если посмотреть на любую другую ситуацию, это и общение с детьми, это и общение с друзьями, это и общение на работе, ну, где угодно. Если происходит общение с такими людьми, которые не имеют внутри никакого своего личного пространства, никакой личной тайны, нет в них никакой закадровости, с ними просто неинтересно общаться, потому что от них нет никакой энергии. и, естественно, становится понятным, что если вы хотите, чтобы люди с вами общались, им это было приятно, им к вам тянуло, нужно всегда заботиться о том, чтобы у вас было личное пространство, чтобы вы его всегда содержали в чистоте и неприкосновенности, как крепость, чтобы могли входить именно в эту крепость только вы и никто другой, тогда всегда вокруг вас будет здоровая среда общения, будет всегда интерес, всегда будет энергия. Интересно, что даже дети интуитивно пытаются создавать кусочки тайны. Всем известно такое, как создание секретиков. Врывается ямка, в неё кладётся какой-то предметик, камушек, пуговицы, цветочек и накрывается стёклышком. Такая ямка зарывается и только этот ребёнок знает, где зарыт его секретик. Это придаёт уверенность и даёт определённую точку опоры для какого-то деяния, для какого-то дела, пусть небольшого, но такая тайна даёт некоторое количество энергии. Я знаю, что среди ребят и девчонок есть такая игра, как создание каких-то обществ, тайных обществ. Пусть они там занимаются, может быть, на первый взгляд, ерундой, но у них есть какой-то тайный штаб, какой-то тайный кодекс, какой-то логотип, какой-то девиз. И самое важное в этом это то, что другие, ну пусть дети и главное взрослые не знают об этой тайне. И у таких детей появляются островки тайны точки опоры для их будущей жизни. Ты понимаешь, насколько интересно здесь еще нужно сказать, что не только ведь рассказать можно и потерять вот эту тайну, потерять это личное пространство. Иногда может все быть совершенно наоборот. Человек начинает нарабатывать столько этого личного пространства, столько моментов тайны, что он становится похожим на отшельника. Для некоторых это и буквальное состояние отшельничества, они куда-то уезжают, далеко в горы, ведут замкнутый образ жизни. Но ведь что самое интересное, если так они живут и существуют только в такой абсолютной тайне, где их никто и ничто не видит, получается они не обретают возможность развиваться, потому что они настолько уже закрыты, они настолько их пространство личное ограничено, что они не могут принять никаких новых знаний. Им вообще даже не с кем поделиться какой-то информацией, какой-то ситуацией, то есть что-то рассказать, увидеть что-то в жизненном примере, то есть на своем опыте, и сделать выводы, и начинать развиваться. Они абсолютно замкнуты. Да, при наработке тайны необходимо делиться информацией, но какой информацией? Той информацией, которая уже не нужна человеку, он уже отработал ее, сделал на ее основе выводы, и она ему в принципе уже не нужна, она занимает определенное место, и ему необходимо поделиться этой информацией, для того, чтобы освободить место для чего-то нового. А тому человеку, которому он рассказывает, передает эту информацию, она, конечно, уже нужна, ведь он с какими-то моментами жизни, какими-то аспектами может быть и незнаком, для него это развитие. Поэтому так как мы живем в пространстве своего сознания, то развивая людей, которые вокруг нас, мы развиваем и себя. Мне интересно отметить, что встречаются такие люди, которым жизненно необходимо, чтобы с ними делились какой-то информацией, какой-то тайной. Вот, например, человек сходит в кино, в театр, либо на концерт, и если ему поводится такой человек, ну, к примеру, дома, это может быть родители, бабушка с дедушкой, они обязательно начинают спрашивать, а как все прошло, что ты чувствовал, какие эмоции испытывал, и тому подобное. Часто такая ситуация встречается в момент, когда юноша, либо девушка возвращается со свидания, и его, либо ее начинают расспрашивать, а как это было, а что он тебе подарил, а что он тебе сказал, а что она тебе сказала, а как среагировала, и получается, что энергетический потенциал свидания, либо концерта просто съедается окружающими, никакой тайны нет, и, например, такая пара может в итоге расстаться, почему таким людям необходимо, чтобы с ними делились информацией, делились тайной, да все потому, что у них просто нет своих новых ощущений, какой-то своей тайны, и они живут за счет тайны и энергии других людей, так как не нарабатывают ничего своего. Да, и если продолжать наши с тобой размышления, естественно, начинают возникать и другие вопросы, о которых, я думаю, нам бы с тобой следовало подумать. Ведь как нарабатывается вот эта вот тайна, неповторимое личное пространство у каждого человека? Ну, если, как говорится, посмотреть вокруг на обыденные дела, на обыденные ситуации, естественно, это как бы понятно, что это может быть и какое-то творчество, это может быть и любимое дело, это может быть хобби, это может быть чтение книги, поход в горы, вечеринка, общение с людьми, то есть практически это может быть разные ситуации, разные взаимоотношения между людьми. Но самое главное, чтобы все, что таким образом нарабатывается как внутренняя тайна, как личное пространство человека, оно обязательно было известно только самому человеку. И, конечно же, всегда будет намного более ценным такой опыт, если человек понимает, что он делает. То есть, он не просто идет на вечеринку, а он идет для того, чтобы получить вдохновение, получить энергии, и он этими энергиями не будет ходить с радужей направо и налево раскидываться, а он их сохранит в себе. Ведь может возникнуть такая ситуация, когда вот именно вот эта энергия жизнерадостности, которую человек получил на этой вечеринке, она потребуется человеку, который будет рядом находиться. То есть, возможно, случится какая-то беда, и можно будет этой энергией поделиться с этим человеком, и у него все наладится. И у вас он будет уже отработан, то есть, вы уже ее освоили, вы там погуляли, вы набрались этих эмоций, сделали выводы, и отдали другому человеку. То есть, вы себе помогли, освободили пространство для прихода чего-то нового, и человеку, который рядом с вами был, вы отдали своевременно эту энергию, эту помощь оказали. Вот, я так думаю, это уметь нарабатывать личное пространство, также нужно знать, как это делается. Мне еще очень нравятся такие ситуации, нравится, конечно, в кавычках, когда человек хочет спросить всего лишь, может ли другой зайти в магазин вечером, либо купить хлеба, ну, что-то, в общем-то, такое мелкое, но спрашивают всегда глобально, что ты сегодня делаешь, во сколько ты вернешься, там, какие у тебя планы, там, на Новый год, на Рождество, и так далее. Такой человек интуитивно хочет выведать тайну человека. Поэтому, если вы хотите узнать что-то очень простенькое, может ли, например, человек прийти к вам в этот день или нет, то не нужно задавать так глобально вопрос, не нужно даже подсознательно пытаться выведать у человека тайну, ведь, по сути, это своего рода невежество. Это известно мне, это известно, я думаю, каждому нашему телезрителю, который сейчас нас слушает, потому, потому что эта ситуация, когда, например, родители или же бабушки, дедушки начинают жить, стараться абсолютно и полностью жизнью своих детей или своих внуков, она понятна. Именно сейчас понятно нам, почему это все происходит. потому что они так уже устроили свою жизнь, что все, что у них было новое, все, что у них было как личное пространство, все, что у них было как закадровость и тайна, они на протяжении своей жизни практически полностью все это уже раздали. Они это уже ничего не имеют, можно сказать, почти. И поэтому, естественно, они начинают своеобразно даже и требовать и очень обижаются, если вот эти все родные и близкие их не делятся с ними этой информацией. Они своеобразно требуют. Вот расскажите, что у вас произошло, расскажите даже о своих планах, это еще один из таких инструментов ихнего влияния, да? Они стараются действительно проникнуть полностью в жизнь вот этих вот своих детей, своих внуков, сестер, братьев, родных, вот, и начинают, естественно, таким образом если им это удается отбирать у них инициативу, отбирать у них эту тайну и останавливают. И потом, естественно, начинают возникать вот в таких семьях проблемы, когда звучат взаимные обвинения детей в отношении своих родителей, к примеру, почему вы лезете в мою жизнь, или же внуки, да, бабушкам и дедушкам. То есть, вот такие конфликтные ситуации возникают. Это величайшее искусство, я так считаю, каждого человека говорить, но не выговаривать. То есть, он может говорить, отвечая на вот эти вот вопросы, но не выговаривать свою личную тайну. И когда человек при определенной практике именно так научится себя вести, что я бы сказал здесь важно подчеркнуть, он не начинает обманывать. То есть, одну и ту же ситуацию можно сказать по-разному. То есть, можно напрямую сказать так, что тайна человека будет высказана им же, и он потеряет личную уверенность, устремленность, или же он может так это все спросить, или же обыграть, что он оставит свои внутренние переживания, ему на ту информацию, которой он бы не хотел делиться, он ее оставит в закромах своей души. И будет между ними взаимопонимание, между этими людьми. То есть, будет дан ответ, и человек останется при своей тайне. У Сесаусола есть короткое стихотворение на эту тему. Молчит молчун, закрывший крепко рот, его молчание может пригодиться, но дважды ценен, трижды ценен тот, кто говорит, но не проговорится. Необходимо здесь сказать еще вот о чем, что проболтаться это не только проговорить вслух, но еще и подумать. Ведь когда человек спрашивает другого человека о чем-то, тот, которого спросили, может и не сказать вслух, не проговорить вслух свою тайну, но может в этот момент промыслить, представить какой-то мыслеобраз этой тайны. И такое промысливание тоже считается пробалтыванием. Поэтому необходимо развивать свое сознание таким образом, чтобы создавать специфические места, в которые можно складывать, помещать тайную информацию, чтобы в какой-то момент просто-напросто не проболтаться. Именно вот так себя вести, говорить, но не выговаривать. И как ты сейчас верно отметил, что даже в мыслях нужно научиться не проговариваться. Вот этому меня и тебя и других людей учат Сислав Соло. то есть именно тема логика предметно-беспредметных островов это очень хорошо показывает, как важно уметь говорить, но не проговариваться даже в мыслях своих перед другими людьми. Бывают такие ситуации, что человеку просто необходимо кому-то что-то рассказать, поделиться какой-то информацией. Он просто не может усидеть на месте. Почему так происходит? Ну, как один из вариантов это то, что ему необходимо освободить место для новой информации. Он уже сделал выводы, отработал какую-то информацию, и она в принципе ему не нужна, и поэтому он пытается ее кому-то рассказать. и в принципе такая информация кому-то действительно может быть очень полезна и нужна. Да, это будет первый такой момент, а второй, я бы здесь продолжил твое размышление, это когда человек хочет сказать, да, у него такая потребность рассказать кому-то, но как правило это уже не что-то из того, что приятное, полезное другим людям, а он наоборот хочет скинуть какие-то свои переживания, какие-то болезненные состояния, отношения неприятные, это уже совсем другое. Понимаешь насколько важно не только уметь нарабатывать личное пространство и личную тайну, но нужно еще уметь и понимать когда и как правильно нужно эту информацию передавать другим людям. Кстати здесь я бы тех наших телезрителей которые заинтересуются этим вопросом отправить к теме которая есть у Всеслава Соло она называется весы развития. Ну чтобы мы сейчас с тобой временно это не тратили потому что мы уже определенные зарисовочки сделали в объяснении сути этого вопроса ну а кто уже желает более подробно разбираться в нем пусть тогда изучает вот в книжках Всеслава Соло эта информация есть и там это все очень хорошо и детально расписано Вилиний вот как ты думаешь бывают такие ситуации когда человек узнает какую-то чужую тайну или какую-то чужую информацию и тут же звонит одному другу второму другу третьему другу четвертому другу и пока всем не расскажет не успокоится почему так бывает я скажу так я понимаю потребность в сплетничестве она возникает у человека в том случае когда человек уже практически почти ничего не имеет внутри из каких-то собственных наработок личного пространства тайны то есть если у него этого нет он естественно будет стараться везде где только он ходит что он видит все это собирать как какую-то новую информацию про которую не знают другие люди и будет туда бежать и быстренько им докладывать и все это делается для того чтобы постараться как бы показать что у него есть новая энергия что он не стоит на месте и через такое действие сблизится с этими людьми для того чтобы они якобы почувствовали его ценность как собеседника какого-то то есть ну и соответственно это же чувство да достоинство у человека как бы поднимает важности его ну и я считаю это в принципе в разумных рамках основа для счастливой жизни у каждого человека но естественно у каждого получаются свои пути именно наработки этого состояния ну а сплетни это один из таких способов я бы сказал в принципе это не очень хороший да вот но тем не менее этот способ существует наверное поэтому когда люди становятся старыми как бы уже говорили об этом в одной из передач необходимо ставить перед собой новые цели и узнавать постоянно что-то новое создавать какие-то островки тайны и искать что-то еще неизведанное для себя ты знаешь кстати вот я например смотрю на многих своих знакомых и часто вижу что для них понятие чего-то нового это является путешествие то есть поехать в какую-то другую страну изучить другую культуру там пообщаться с новыми людьми вот и этим как бы все ограничивается то есть они даже можно сказать возводят в некий такой вот эталон стиля жизни даже я бы сказал элитного где-то стиля жизни возможность путешествовать по совершенно разным точкам мира вот как ты думаешь насколько это вообще-то правильно то есть есть ли в этом резон то есть и вообще дает ли оно наработку для человека именно вот этого личного пространства именно этой глубинной внутренней тайны которая будет человеков устремлять в дальнейшем его действия мне кажется что все зависит от того с каким отношением человек едет в путешествие если он просто хочет увидеть что-то новое там какой-то музей или его памятник архитектуры пожалуй тайну он не наработает но если же он сделает какой-то новый для себя вывод какое-то открытие какое-то личное открытие для себя то тогда будет конечно же наработка тайны положим человек живет в Европе и едет куда-то в Азию и там он наблюдает как взрослый например относится к детям либо как возлюбленный относится друг к другу то есть какие-то взаимоотношения и на основе этого делает какой-то вывод может быть у него случается какая-то ситуация во взаимоотношениях с жителями и на основе нее он тоже делает для себя какой-то вывод какое-то открытие то таким образом да у него нарабатывается тайна но если человек просто едет чтобы увидеть какие-то новые картинки новые картинки местности природы то пожалуй это ему совершенно ничего не даст более того в путешествии человек зачастую клеится каким-то памятником архитектуры где-то эмоционально привязывается создают привязки и даже больше растрачивается поэтому для некоторых людей такие путешествия даже более вредны чем полезны значит все-таки получается что личные пространства тайна и закадровость человека то есть его внутренняя сила это прежде всего тот объем выводов которые человек сделал тот объем его личных каких-то отношений которые будут формировать понимание в его жизни вот только вот они получается они картинки да они набор вот этих моментов жизни которые я бы даже сказал больше расширяет просто кругозор человека нежели формирует эту вот внутреннюю уверенность хотелось бы остановиться вот на каком моменте на том как собственно нарабатывать тайну для каждого человека это будет личный процесс кто-то напишет стихотворение личное стихотворение совершенно не обязательно кому-то читать кто-то напишет картину запишет туда какие-то свои чувства переживания и запомнит это ощущение написания картины в душе это будет его личное ощущение кто-то прочитает книгу и на основе этой книги сделает какие-то личные выводы выводы которые будут принадлежать только этому человеку можно просто потанцевать создав свой танец из каких-то личных движений положим уложить ощущение дня энергию дня в танце то есть может быть человек на работе что-то недочувствовал недопрочувствовал и он приходит домой и начинает танцевать тем самым укладывая энергию в танец это своего рода творчество по сути наработка тайны это творчество все что человек делает неповторимого это и есть наработка тайны но очень важно то чтобы не проболтать эту тайну Всеслав Соло говорит о том что мы что все люди сотканы из задержаний которые не принадлежат им но вот как раз эта наработка наработка чего-то неповторимого наработка тайны это и есть то что принадлежит человеку и опираясь на эту тайну у человека появляется уверенность уверенность жить и уверенность чего-то достигать да насколько она наработана настолько она имеет и цену для человека но здесь же естественный практический вопрос да как почувствовать что наработано достаточное количество вот этой вот тайны масса энергетического внутри человека и теперь он может двигаться по жизни уверенно и целеустремленно вот вот как ты думаешь как почувствовать вот эту вот грань то есть есть ли здесь какие-то возможные взаимосвязи из практического опыта жизнь мне кажется что состояние наработки тайны определяется тем что у человека появляется уверенность в себе и он перестает сомневаться и ему легко жить те цели которые он ставит перед собой он легко их достигает так как у него есть опорные точки о которых никто не знает да действительно если продолжить твои ощущения и сказать немного другими словами можно это выразить так нужно всегда ощущать что ты твердо стоишь ногами на земле что у тебя твердая почва под твоими ногами да и соответственно сразу же становится понятным что когда вступает какой-то человек в общении с другим человеком нужно научиться так вести диалог так вести общение чтобы ни в коем случае вот эта вот уверенность она не уходила никуда она всегда была при вас и даже если вдруг как чувствуется что человек ваш собеседник начал рассказывать свою тайну а вы это кстати я думаю при определенных жизненных наработках и вот даже сейчас когда вы послушаете эту передачу вы поймете что есть вот такая тема которая занимает достаточно весомое место в развитии каждого человека вы сможете замечать такие моменты и вам я бы так даже порекомендовал нужно или же вопросами или же действиями или же как-то показать человеку но естественно не обижая его остановить этот порыв что когда начинает вам выказывать рассказывать свою тайну потому что насколько этот человек лишится уверенности настолько получится он как бы и начнет и вас своеобразно избегать то есть отвергать а если вы цените взаимоотношения между вами тогда вы должны и уметь заботиться не только о собственной тайне не только о своем личном пространстве но и о сохранении личного пространства и всех ваших собеседников всего вашего окружения и прежде всего это родных и близких то есть тех людей с которыми вы находитесь практически в ежедневных контактах да Вилини я с тобой полностью согласен что необходимо менять мораль общения что люди должны научиться уважать друг друга уважать личное пространство друг друга и личную тайну друг друга чтобы не было таких ситуаций чтобы кто-то выведывал чужую тайну даже может быть насильно пытался украсть ее ну и здесь я бы уже своеобразно подсуммировал да наше с тобой сегодняшнее общение и сказал что необходимо всегда и везде прежде всего стараться развивать свое сознание нужно не бояться нового и прежде всего новых знаний нужно их осваивать через свой собственный опыт и делать собственные выводы которые постепенно и будут формировать в каждом человеке вот эту вот закадровость эту тайну и человек всегда должен жить таким образом чтобы он чувствовал себя в жизни уверенно спасибо веление тебе за общение до новых встреч спасибо тебе за сегодняшнее общение я надеюсь что очень скоро мы с тобой продолжим общаться и на другие интересные темы пока субтитры